Если с возрастом что-то становится лучше, то это о Турции. И о Пегас Туристи, кстати. Может, нам так повезло, но скорее тенденция привозить своих любимых клиентов только в лучшие отели. И экономить грамотным вылетом два дня в солнечной Турции. Nokia 3310 я с собой не взял. Я с собой взял Максима Смирнова. Естественно, какой последний магнитогорец не бывал в Турции. Всем надо побывать, тем более, что сейчас сделать это возможно. Первые впечатления Максима Смирнова трудно передать словами. Ему очень понравилось. Особенно ему понравилось пончики кушать. Ну а детальный рассказ о новинках мы начнем с того, что отельная база изменилась в лучшую сторону. Больше демократичных цен, больше мест интересных, только ол или ультра-олл-инклюзив. И это даже в трешках. Но цель жизни каждого – это, естественно, ультра-современные пятерки. Один небезызвестный литературный герой, придуманный Ильфом и Петровым, сказал бы, находясь здесь, это не Рио-де-Жене. И мы, пожалуй, с ним согласимся. Да, это не Рио-де-Женейро, это гораздо лучше. Если хотите, я за базар отвечу. И даже не за базар, а за Гранд-базар. Вот кто-кто, а Максим за базар ответить может. За базар. За круглосуточную хавку. И, в принципе, я понимаю владельцев отелей. Но нет необходимости у человека искать отдых лучше турецкого. Море, теплые бассейны, умеренное употребление алкоголя. И самое главное, в Турции сейчас нет языкового барьера. В любом отеле персонал великолепно говорит по-русски. Так что комплексовать не стоит, а стоит забронировать неделю-другую в Турции. Очарование Турции сезона 2010. Это умиротворение и спокойствие. И это все обеспечивается нашей ненаглядной Россией. Теперь признак дурного тона – это недоумение с местом выбора отдыха. Естественно, это Турция и, естественно, все включено. Здесь нас реально любят. Так может, у нас и не стоит развивать то, что нам было свойственно, но потеряно – гостеприимство и радушие. Авиация в веке 21-м сделала то, что не смогли сделать российские князья и цари. Сделала Византию частью России. На 7, 10 и 14 дней. Для любого из нас. И как показала практика, Турция с удовольствием совмещает все чудеса света. И, естественно, это самое доступное по цене направления. 4,5 часа, кстати, по времени самого комфортного вылета из Магнитогорска, и вы просто скалькулируете затраты на ежедневное проживание в России на двоих. И получите минимум 14 тысяч рублей. И это не самая свежая хавка. Естественно, за 2 недели вы надышитесь экологически чистым кислородом, получите заряд натуральных витаминов и забудете хоть и на время кошмарики российского телевидения и интернета. Словом, Турция сейчас это всероссийская здравница и для мозгов в том числе. Ну, вы все, конечно, помните, чем для Советского Союза являлся Северный Кавказ. Житницей, кузницей и здравницей. Чем для России является Турция? Да тем же самым. И житницей, потому что и апельсины, и бананы, и мандарины мы кушаем в том числе и отсюда. И здравницей, но об этом Алексей говорил, говорит и будет говорить еще. Ну, а кузница, сами понимаете, за 400 километров отсюда в городе Искандерун магнитогорский металлургический комбинат строит как раз ту самую кузницу. Патриотизм Макса, в принципе, мне понятен. Еще более понятно желание менеджмента ММК получить гарантированное турецкое гражданство, бесплатной и лучшей европейской медициной для себя и великолепным уровнем образования для детей. Кстати, для справки, совместить приятное, то есть отдых с полезным, то есть лечением, можно каждому. Но терапия начинается сразу же после прилета. В Турции вы не грузитесь, сегодня персонал спокоен и миролюбив. Уличная, как и приотельная торговля, не напрягает. И даже в такси установлены счетчики. Если бы не колоссальный опыт поезда к Турции, то за неделю, как и обычно в рекламниках, отели бы превратились в мешанину, а так появилась возможность смотреть с высоты собственного опыта. Невозможно вам показать все 80 отелей, которые мы будем вам демонстрировать. Мы все-таки про доступность Турции. 15 тысяч рублей, четверка уровня, ну, паруса третьего. Но только в парусе третьем так вот не готовят с душой, с удовольствием. И нету в Магнитогорске, к сожалению, вот такого теплого моря. Это и озера у нас, такие не самые теплые. А здесь, в Турции, после 4 часов перелета, вас встречает вот такое солнце. В конце апреля. И уже высинка-то подзагорела. Естественно, загаром сейчас в середине лета никого не удивишь. Но естественным является и то, что встреча загоревшего человека вне уральского сезона сегодня никого не удивляет и не вызывает зависти. Путешествовать сейчас это реально доступно. И Турция, например, будет дарить солнце, удовольствие от моря, разумный и неразумный релакс и лучшую из туристических кухонь аж до ноября месяца, с вылетом из Магнитогорска. Что можно, нужно и надлежит делать не очень встроенному человеку, но такому, как я, на территории в 14,5 тысяч квадратных метров. Такая территория принадлежит этому вот отелю, в котором мы сейчас с вами находимся. Я думаю, бегать вокруг, чтобы постройнеть и начинать нравиться девушкам. А вот про это мы никогда не говорили. Но страна светского ислама прямо навевает романтику и вероятность найти вторую половинку. И не из России, и не в чадыре, и в шампанском. Толерантность, то есть чистая прозрачность. И это главный символ Турции. Разумное сочетание свободы вероисповеданий, сила и гостеприимства и верность социальной направленности, заложенной Ататюркам. Эта страна реально ближе к России, чем все остальные. И пройдет совсем немного времени, но это случится. И мы забудем Черное море, когда роднее, комфортнее и лучше в сто раз русскоязычные, средиземные. Турция действительно страна, обросшая мифами и легендами. Даром, что рядом с Грецией. Особенно, когда ты и есть тот самый реликт, человек из очень немногочисленной и все время сокращающейся касты, россиян, которые в Турции до сих пор не были. Сочиняет про Турцию, правда, многое и многие. Начиная с челноков, подавляющее большинство их отзывов, восторженные. Конечно, многие на такой торговле неплохо поднялись. Заканчивая ювелирами, российскими. Это страшные сказки про турецкое золото. Это примеры из прошлого. Хотя и сейчас мифов хоть отбавляй. Тоже и позитива, и негатива хватает. Центральное ТВ в основном хает. Отравились, заболели, врачи по копеечной страховке лечить не стали. А по почти сгоревшей путевке за 128,5 долларов, купленной в турагентстве с красноречивым названием, чем название красноречивее, тем сильнее запах кидалова. Так вот, по ней расселили не сразу и черт знает где. И это чуть ли не с каждым первым происходит. То ли дело наш российский ненавязчивый сервис. Ну, это вот Краснодарский край, который на самом деле рай. Спрашиваешь знакомых, друзей, родственников и просто недавно побывавших. Все классно, все круто. На следующий год туда же. Нет, косяки, конечно, тоже случаются. Но совсем не так часто. И в основном с теми, кто уже совсем не оправданно экономит. Или, попросту говоря, жадничает. Ну, вот так примерно. Тегаз-туретистик открывает для вас немножко другую Турцию. Вот, раньше это были великолепные дельфины. Вот, сейчас другие немножко отели. И место другое. Раньше сюда никто не забирался. В этот район Аланьи. Рядышком с нашим любимым Махмутларом. Помните, да? Я вам недвижимость показывал. Вот, и другие отели немножко. Естественно, здесь, в этом районе, вас ждет не только туристический отдых, но и великолепный шопинг. Потому что рядышком метро, где я приоделся. И супермаркетал о нем. Поэтому, в тот момент, когда вы хотите не только отдохнуть, но и затариться, это вот, пожалуйста, все реализовано. Так ехать или не ехать, вот в чем вопрос. Да ты заквачен. Конечно, гордый Гамлет все и так уже видел. Правда, только по телеку с помощью своего друга Лехи. И не гужа ему туда, куда все. Но, с другой стороны, не успеешь оглянуться, а все уже были. А ты еще нет. Ну что ж, на третий день нашего путешествия мы прибыли в Сиде. Если до этого все отели вызывали либо просто приятные чувства, либо чувство восхищения, то вот эта схема вызывает некоторый страх. Что ж, посмотрим, так ли это. И вот мы, как в фильме «Большой куш». Самолет, турвиза, то есть турецкая виза. За 20 баксов. А потом шампанское в автобусе по пути в то, что 4 часа назад для тебя было еще мифом. Кстати, в том, что мы здесь случайно сделали слова «турция» и «туризм» словами однокоренными, мы, наверное, уже не раз убедились. Конечно, если смотрели все серии отчета о нашей поездке. На самом деле, страх или чувство замешательства вызывает только размеры территории. Все остальное – чувство «high quality», то есть высшее качество. Есть, конечно, небольшая доля лукавства в наших рассказах о прелестях турецкого отдыха. Потому что сами-то мы были в командировке. И главный аргумент в нашу пользу – мы, приехав из рекламника, не только рассказываем, но и показываем. И имеем не одну, а по крайней мере две точки зрения. Два взгляда на проблему. И побольше нам таких проблем. Проблем такого рода, как отдых в Пурции. Вот до боли знакомое такое местечко. Вы его видели неоднократно. Я вам показывал его. Отель «Тюран Принц». Это такой парк. Как-то нам посчастливилось здесь в рекламнике остановиться, потому что в свое время нереально было здесь отдохнуть. Знаете, 2005 год. Цены совсем другие были. Чем Турция удивляет? В 2010 году. Тем, что, во-первых, аквапарк не развалился. Трубы здесь не текут, как в отдельных аквапарках. Поменены светодиодные светильники. Да, и выстраивается новая линия. Вот таких вил. И в заключении «Блиц». Все мысли, ощущения и впечатления одной строкой с видеоподтверждением. Мысль первая. В турецкой архитектуре, в отличие от всемирного спорта, контроль за допингом, анаболиками и другими стимулирующими веществами не так строг. Результат на ваших экранах и в наших круглых от удивления глазах. Мысль вторая. Первый раз в Турцию надо по возможности ехать в рекламник. Увидите практически все курортное побережье. Хотя около 80 отелей за всего несколько дней – это крутовато. Третья мысль. Так питаться, точнее дорваться до бесплатного. Большинство отелей в Турции сейчас имеют систему «Все включено». А то и ультра «Все включено». Нельзя. Нельзя нигде, кроме Турции. Мысль четвертая. Турция – первый из стран дальнего зарубежья, который оказался в рублевой зоне. Гордость берет за наш бывший деревянный. Им можно расплачиваться наряду с долларом и евро. Но, по-моему, пока только в Турции. Ну, мысль последняя. Время пролетело, как один миг. Уезжать не хотелось. Дьюти-фри – неплохой. Так поднимем же наши бокалы с напитками из турецкой беспошлиной зоны и пообещаем вернуться в страну с красным флагом. И еще не раз.